Здравствуйте! Вы смотрите программу «Подсуществу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня развитие фермерства в значительной степени говорит не только о развитии АПК и региональных национальных проектов, оно в большой степени развивает и сельские территории и готовит новые дополнительные рабочие места. Об этой теме, о теме поддержки фермерства будем говорить сегодня с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской республики Инной Волковой. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Инна Вячеславовна, формы поддержки всегда меняются. Вот какие изменения в будущем ждут фермеров? Действительно, в этом году мы реализовывали несколько программ. Это, например, программа «Начинающий фермер», развитие семейных животноводческих ферм, агростартапы и развитие споков. Со следующего года у нас вводится новая программа – это «Агропрогресс». «Начинающий фермер» программы у нас уже не будет существовать, поскольку «Начинающий фермер», как показала практика, дублирует агростартап. В агростартапах могут участвовать у нас крестьянские фермерские хозяйства, которые зарегистрированы на сельских территориях. В текущем финансовом году и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, которое после объявления их победителем по результату конкурсного отбора, уже регистрируется как крестьянское фермерское хозяйство. Если говорить о цифрах, вот агростартап у нас действует с 2019 года, впервые мы начали его реализовывать. Гранта получательному в 2019 году у нас было 25 человек, в 2020 году – 12 человек. Что касается «Агропрогресса», «Агропрогресс» – это новый вид поддержки, который не существовал у нас до настоящего времени. И оказывается, государственная поддержка будет не только фермерам, не только сельскохозяйственным потребительским кооперативом, но будет оказываться поддержка уже другим видам юридических лиц. Там могут участвовать и ООО, и акционерное общество, но при определенных условиях. Если говорить об условиях агропрогресса, то в нем могут участвовать сельхозтоваропроизводители, отвечающие критериям микро- и малого предпринимательства в соответствии с федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства. Критерии будут такие. Это средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать до 100 человек включительно. Это для малых предприятий. Для микропредприятий – до 15 человек. Предельное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, для микропредприятий – это 120 миллионов рублей, а для малого предприятия – 800 миллионов рублей. Но агропрогресс у нас не будет распространяться на крестьянско-фермерские хозяйства, как я уже сказала, на индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для них существует отдельный вид поддержки, который мы на сегодняшний день уже осуществляем. На какие цели можно направить средства от агропрогресса? Это различные цели приобретения и строительства новых объектов, предположим, комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение рыбопосадочного материала, уплату процентов по инвестиционному кредиту, который как раз-таки должен привлекаться для реализации проекта данного предприятия. Инна Вячеславовна, а вот участвовать, вернее, получить средства от такого проекта, как агропрогресс, может любой, обратившийся к вам, или все-таки есть конкурсный отбор? Конкурсный отбор является обязательным. Соответственно, мы сейчас вносим изменения наши нормативно-правовые акты Чувашской республики, как раз-таки регулирующие порядок предоставления указанной грантовой поддержки. Немного будет корректироваться условия конкурсных процедур. Поскольку поступают предложения от сельскохозяйственных товаропроизводителей для того, чтобы мы корректировали конкурсные процедуры. С учетом этих предложений мы сейчас формируем изменения, которые со следующего года уже вступят в силу. А какие это могут быть изменения? Более лояльные будут эти процедуры у нас. Так, например, со следующего года мы планируем смягчить условия и требования к участникам конкурсного отбора. Например, некоторые населенные пункты, то есть главы крестьянско-фермерских хозяйств или организации теперь уже, которые были зарегистрированы у нас населенных пунктов со статусом городского поселения, не имели возможности участвовать у нас в грантовой поддержке. Теперь-таки мы вносим изменения. Они у нас со следующего года могут смело участвовать и на равных с остальными организациями, которые были зарегистрированы на сельских территориях. Также у нас идет смягчение в части налогообложения. Если раньше, вне зависимости от суммы задолженности, даже если это 3 копейки, то уже грантовик у нас не имел возможности участвовать в конкурсных процедурах, то теперь эта сумма задолженности у нас будет ограничена 10 тысячами рублей. То есть это фактически большинство тех, кто у нас на сегодняшний день мог не подпасть под какие-то незначительные неуплаты платежей, пеней по налогам и сборам, теперь уже будут подпадать уже однозначно под грантовую поддержку и смело могут участвовать. В-третьих, если по действующим правилам в конкурсе у нас могли участвовать только главы КФХ, то теперь уже могут участвовать и индивидуальные предприниматели без статуса крестьянско-фермерского хозяйства. И очень хорошее новшество, которое будет вводиться у нас, это то, что у каждой грантовой поддержки, вернее, есть свой срок освоения. И этот срок освоения из-за различных форс-мажорных обстоятельствах у нас сейчас есть возможность продлить до 12 месяцев на основании заявления самого фермера. А до этого какой фермер? Ну, к примеру, это был срок освоения по агро-стартапам, это, например, было 2 года. То есть он за 2 года должен был освоить грант, который ему выделялся, на те цели, которые он планировал его использовать. Вместе с тем, вот, по примеру этого года, из-за ограничения по возу, из-за ограничения по передвижению, многие не успевали осваивать грантовую поддержку, соответственно, было принято решение о возможности продления на год. Но это носит заявительный характер, соответственно, нужно написать соответствующее заявление в Министерство сельскохозяйства о продлении данного срока. Инна Вячеславовна, ну вот у каждого министерства в правительстве Чувашской республики есть свои формы поддержки. Они как-то синхронизируются друг с другом? Да, конечно. Главой республики была поставлена задача для того, чтобы все программные мероприятия, которые осуществляются министерством, были синхронизированы. Мы свои программные мероприятия по грантовой поддержке фермеров синхронизируем с программными мероприятиями Минтруда Чуваши. И это у нас очень хорошо на примере этого года получается. Так, к примеру, мы, поскольку наши грантовики должны создавать рабочие места и, соответственно, выплачивать определенную заработную плату, что может быть немножечко затруднительно. В данном случае как раз-таки программные мероприятия, которые осуществляют Минтрудом для людей, которые желают заключить социальные контракты, очень приходится нам кстати. Так, например, наш грантовик может привлечь с центра занятости людей. И вместе с тем эти люди, которых он будет брать на работу, будут выплачиваться определенные денежные средства через фонд занятости уже. Либо наш грантовик, который будет зарегистрирован в качестве главы фермерского хозяйства, либо теперь уже индивидуальным предпринимателем, имеет возможность одновременно получить грантовую поддержку у нас по линиям Минтельхоза и одновременно получить грантовую поддержку по линиям Минтруда. Например, это на начинающие индивидуальные предприниматели, они по линиям Минтруда получают по 250 тысяч, что плюс дополнительно к той грантовой поддержке, которую мы будем еще осуществлять. Кроме того, сейчас еще и дополнительные виды поддержки вводятся со стороны Минтруда Чувашия. Это для уже работодателей, уже действующих, например, наших фермеров с сельскохозяйственных, потребительских или производственных кооперативов, которые имеют возможность привлечь людей с центра занятости по заключению социального контракта и уже центр занятости будет оплачивать, не оплачивать, компенсировать те затраты на оплату труда, которую будет нести работодатель. Это очень хорошая поддержка как для наших фермеров, так и для предприятий, перерабатывающих промышленности. Минсельхозам Чувашии в настоящее время проводится работа по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты по предоставлению грантовой поддержки любой формы деятельности начинающих наших фермеров. То есть мы будем присуждать дополнительные баллы этим гражданам, которые по линии Минтруда к нам будут приходить на получение грантовой поддержки. Для дальнейшего участия в конкурсных процедурах, на получение поддержки. Спасибо большое, Вячеславовна. Очень доступно и понятно. Я надеюсь, что крестьяне, фермеры, руководители сельхозпредприятий будут активно отзываться на новые формы поддержки. И наше сельское хозяйство будет дальше развиваться более масштабно. Думаю, так и будет. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в программе «По существу» мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Инны Волковой о поддержке сельских фермеров, сельских фермерских хозяйств. Спасибо большое за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok